всем привет дорогие друзья с вами Гаянея и добро пожаловать на мой канал где мы вместе с вами изучаем французский язык и сегодня у нас как вы видите новый формат пробный формат скажем так и кстати я его записываю с помощью вас я читаю все ваши комментарии и иногда действительно как бы смотрю и думаю да действительно хорошая идея почему бы не сделать нечто подобное и один из зрителей канала скинул мне ссылку на канал по изучению английского языка ссылку кстати я на него скину это не реклама просто действительно поскольку я копирую формат то было бы правильно скинуть то откуда я то скопировала так вот мы с вами сейчас будем смотреть отрывок интервью на французском языке и будем пошагово разбирать каждое сказанное слово но не каждое потому что тогда вы видео длилось очень долго видео разбор хоть и сам отрывок маленького длится три минуты но мы не просмотрим все три минуты посмотрим как мы уложимся наверное часть этого интервью мы с вами разберем но будем останавливаться на каждом на каждой фразе и разбирать грамматические либо лексические какие-то особенности у нас сейчас с вами что февраль февраль 21 года и что у нас сейчас популярно на нетфликсе кто посмотрел наверняка все серии самого сейчас популярного французского сериала напишите потом в комментариях конечно речь пойдет о сериале лютан люпен да по-русски наверное вот так перевели с армаром си в главных ролях главной роли наверно так вот и связи с этим предлагаю вам проработать отрывок интервью а мараси и послушать как он говорит по-французски разобрать все в деталях ну и как бы в общем оценить его французский кстати когда работала над этим видео поняла что конечно марси молодец и все такое но у мальера к нему были бы какие-то вопросы скажем так ну что ж давайте начнем интервью называется 3 момента которые изменили жизнь амараси для начала я хотела бы вам предложить наверное так будет правильнее посмотреть полностью этот маленький отрывок вместе и потом его разбирать уже по кусочкам я не уверен вари available я не знаю оценили жизнь амараси И я думаю, что он всегда был в моем оборудовании. Мы родились вместе. Я был в таком классе, что его взрослый. Мы эволюем, мы родились вместе. Я помню, когда мы общались, когда он изменился. Это когда-то, как обычно, было организованным матчем в городе. И мой команда была отсюда, потому что мы не были очень сильны в футе. Заменя, он не сказал, но это было его. И его думает, мы разговаривали. И он делает, мы походим, он сейчас уже немного. Он уже не приходит. Он аналогичный, как говорят, он уже уже плохо. А а когда-то, он узнает, и я думаю, что он видит что-то, он не знает, человек как маленький, он так-то увидит, и я думаю, что мы их делаем вместе, и это когда он предложил бессмертирующимся. Поехали! Первое, что указано тут, это встреча с Джамель Дебуз. Его встреча с актером Джамель Дебуза. Если вы не знаете, кто такой Джамель Дебуз, вот фотография сейчас на экране. Я думаю, вам он знаком. То есть это первый момент, который изменил жизнь Амараси. Давайте послушаем, что он нам скажет. Я должен был быть 6 лет, когда я встретил Джамель Дебуза. Так что я был очень-очень молод. Тут в первой фразе Он употребляет время Он употребляет время, который изменил жизнь Амараси. Поскольку мы выросли в одном районе. У меня такое впечатление, что он всегда был в моем окружении. Добавляет он в конечном счете. У меня всегда было такое впечатление, что он был в моем окружении. Итак, еще раз полностью его фраза. Пуиск он агранди Он будет его употреблять очень часто. И в общем, у меня такое впечатление Что он всегда был в моем окружении. И обратите внимание, со словом toujours в большинстве случаев, ну скажем, 90% мы тоже будем употреблять время завершенное. Пассе, композе. Хоть нам, в принципе, кажется, toujours это вроде как всегда, это должно быть описание, но французский язык очень специфический. И в их понимании слово toujours дает нам завершенность. Поэтому это в большинстве своем завершенное время. В данном случае, ИЛА ТУЖУР ЭТЕ ДА МОН ОМВИРОНМЕННОМЕННО, это тоже время Пассе, композе. Едем дальше? On a grandi ensemble. Enfin, j'étais dans la même classe que son petit frère. Мы выросли вместе. Снова повторяет он во времени Пассе, композе. Enfin, j'étais dans la même classe que son petit frère. В общем, я был в том же классе, что его младший брат. J'étais, он употребляет, как вы видите, я был, я учился. И мы развивали с ИРА СЛИПМЕСТЬ. Тут он опять подрезомил во времени Пассе, композе. Он а эволюет и гранди ensemble. Je me souviens de la fois où il a fait, я вспоминаю о том разе, однажды, скажем мы по-русски. Я помню, однажды он сделал, и дальше обрывается его речь. Тут хочу обратить ваше внимание на глагол se souvenir de quelque chose. Это вспоминать о чём-то, помнить о чём-то. Всегда он употребляется с предлогом de. Donc, c'est pourquoi on aussi dit je me souviens de la fois où я помню о том разе, когда и кстати, тоже напоминаю вам, говорят во французском языке тут не слово «кан», «когда», а именно слово «у». День, когда, le jour où, момент, когда, le moment où, или ситуация, или один раз когда, oui, une fois, où. Où notre rapport, il a changé, en fait. Donc, où notre rapport, il a changé, en fait, опять говорит он, где наши отношения изменились, в общем, en fait. Ну, вообще, en fait, наверное, никак нельзя перевести, это просто вставное слово. Donc, je me souviens de la fois où notre rapport a changé. Слово «le rapport» это не только рапорт, как многие могут себе представить, либо какой-то отчёт, это также отношения. Notre relation, notre rapport a changé. И, кстати, как вы видите, в разговоре, Амар повторяет «o notre rapport, il a changé, en fait». Это просто особенность разговорного языка. Он повторяет слово «il» в виде местоимения, то есть, говоря, «наши отношения, они изменились». Но в письменной речи, конечно, такого быть не может. Мы должны сказать «notre rapport a changé». Voilà. Давайте ещё раз прослушаем. Слово «какой футер», «какой футер» И вот в тот раз, в общем, как это часто бывает, был футбольный матч, организованный в нашем районе. И тут опять много таких разговорных вставных слов, которые, в принципе, никакого смысла не несут. Это что это, в общем, и тому подобное. Давайте еще раз прослушаем. И это значит, в общем, моя команда была, и слово ДЕОР, наверное, многие из вас знают, как значение на улице. Например, où est ton mari, il est dehors, где твой муж, он на улице. То есть по-английски это outside, если что, если мои зрители знают английский, это его абсолютный эквивалент. Но также dehors означает вне игры. В принципе, наверное, как и outside, правильно? Donc, mon équipe était dehors, моя команда не прошла, моя команда не участвовала, потому что не прошла отбор. Потому что мы не были сильны в футболе. Пуиске. Oui, я хочу обратить ваше внимание на это слово. Пуиске. Это слово ПАСКОЛЬКУ в русском. Вы также можете употреблять слово КОМ. Это тоже его синоним. Это тоже слово ПАСКОЛЬКУ. ПАСКОЛЬКУ наша команда не была очень сильная в футболе. И тоже он употребляет время imparfait. Едем дальше. Джамель, он это вам не скажет. Он, то есть, не подтвердит твою информацию. И опять же, разговорный язык, именно в разговорном языке часто употребляют, вот опять повторяя Джамель, он вам это не скажет. На письме это считается ошибкой. И в принципе, если вы хотите говорить правильно, изысканно, конечно, лучше избегать таких моментов. Просто говорить Джамель, не, ле, ву, дират па. Это будет в правильном классическом французском, но в разговорном, как вы видите, не выкидывается, повторяется подлежащее, да, как иль в данном случае. Так что это все моменты разговорного языка, но ни в коем случае не классического правильного французского. Джамель вам это не скажет, но это был его случай. Если дословно, это выражение «сэ монка», «сэ сонка» употребляется в значении, как это относилось и к нему тоже. Он тоже входил в ту категорию людей, которые играли плохо, в общем, да. Это был его случай. Это к нему тоже относилось. Папа, но это был его случай, даже если он думает, что играл хорошо. Играл хорошо, тоже во время неопарфей, иль играл хорошо, как постоянное повторяющиеся действия, даже если он думает, что играл хорошо. И потом вот так вот мы разговариваем, балдаем, прикалываемся. Тут он уже переходит на настоящее время. Как вы видите, в русском языке мы тоже иногда начинаем с прошедшего историю, а потом резко в разговоре переходим. Ну и тут я его вижу, и тут я ему говорю, а он не отвечает. Во французском происходит то же самое, именно в разговорной речи это абсолютно норма разговорного языка, когда вы можете историю в прошлом резко начать рассказывать настоящим, так же, как и в русском. Поэтому он тут говорит, только он дискует, он тщач, тщаче, это как бавардер, болтать. Он fait un peu ле кон, мы делаем дурака. Кстати, в русском тоже есть такое выражение, валя дурака. Да, мы говорим, а тут мы делаем дурака, мы валяем дурака. И donc, après, он дискует, он тщач, он fait un peu ле кон. Элвий, à l'époque, il est déjà un peu loin. Элвий, à l'époque, il est déjà un peu loin. А он, раньше, он уже был достаточно далеко. Что он имеет тут в виду? Элвий, à l'époque, il est déjà un peu loin. А l'époque, вообще, означает «раньше», «когда-то давно». Это выражение очень употребимо, и я бы хотела, чтобы вы обратили на него внимание. То есть, когда вы хотите во французском сказать «когда-то давно я жила в Украине». Вот это я могу сказать, например, о себе. À l'époque, j'habitais en Ukraine. То есть, à l'époque, в эпоху, условно, говорят французы, да? «Когда-то давно я жила в Украине». И тут в том же значении. Элвий, à l'époque, il est déjà un peu loin. А Джамель, уже когда-то в те времена, он уже был далеко. Тут он имеет в виду то, что Джамель непостоянно вертелся в их городе, в их районе, что он уже постепенно сезжал туда, скажем так. Смотрим дальше по контексту. И он, в эпоху, он уже, как говорится, он уже зачастил в Париже. Давайте еще раз прослушаем это продолжение. И в этот самый момент он слышит, как я прикалываюсь. Да, глагол «дэконэ», опять же, вы видите в нем слово «кон», «дурак», в середине, да, корень. И «дэконэ» это значит тоже «фэр лекун», то есть валять дурака, прикалываться. Donc, à ce moment-là, il m'entend «дэконэ». В этот момент он слышит, как я прикалываюсь. Напоминаю вам, во французском есть такое правило, когда вы употребляете глаголы «слышать», «видеть», «замечать», то есть глаголы «чувств», да, после них мы можем смело употреблять инфинитивы. Например, во французском говорят «je te vois danser», «я вижу, как ты танцуешь». По факту «я тебя вижу танцевать», да, вот так строится фраза. То есть, когда у вас глагол «чувство», а именно «слышание» и «видение», да, и «ощущение», можете смело дальше ставить инфинитив. Итак, et à ce moment-là, il m'entend «он слышит», как я «дэконэ», «прикалываюсь», oui? Et à ce moment-là, il m'entend «дэконэ», et je pense qu'il découvre ce truc-là de moi. И, мне кажется, я думаю, что в этот момент он раскрывает вот эту вот штуку во мне, да, то есть он понимает, что я прикалист, oui? «Je pense qu'il découvre ce truc-là de moi». То есть он раскрывает слово «truc», это вообще универсальное слово во французском, наверное, многие из вас знают. Если вы не знаете, какое это слово, вы можете смело заменить его на слово «truc». Par exemple, c'est quoi ce truc? Что это за штуковина, что это за хрень, мы можем сказать, да? Так что вот, универсальное слово. Вот, и Джамиль Дабуз находит в нем, скажем, эту штуковину, харизму, да? Какие-то особенности его. «Découvre ce truc-là de moi». Он не знал, что он не знал, но он не знал, как он не знал, говорит нам. «А Марси». «А это момент-то, он слышит меня, и я думаю, что он не знал, что он не знал, что он не знал, потому что он меня знает, но он меня знает, как он маленький. Потому что он меня знает, как он не знал. И вот мы начинаем приковывать Хочу, чтобы вы обратили внимание на глагол «se mettre» в данном случае. Давайте ещё раз прослушаем. «Semettre» – «a faire quelque chose» переводится как «резко начать что-то делать». То есть это синоним глагола «commencer», но очень часто с глаголами действий резких употребляют именно глагол «se mettre». И потом, мы начинаем прикалываться, веселиться вместе. То есть это синоним глагола «дэконэ» или даже «самюзэ» в какой-то степени. Так что мы начинаем прикалываться вместе. И это тогда, когда он предлагает мне приехать. Сейчас узнаем куда. «Пусть, c'est là où он мне предложит venir le rejoindre à Nova quelques jours plus tard». «Le rejoindre à Nova quelques jours plus tard». «С ним вместе поехать на радио Nova несколько дней спустя после этого». «Donc, le verbe rejoindre quelqu'un – это поехать, присоединиться к кому-то, поехать с кем-то куда-то». «Donc, c'est là où il me propose de le rejoindre à Nova quelques jours plus tard». Это тогда, тот момент, когда он предлагает мне с ним вместе поехать на радио Nova несколько дней спустя. И давайте прослушаем Занова, весь этот отрывок. Первый момент, oui, первый момент, который изменил жизнь в Омар Си. Я не могла быть 6 лет назад, когда я встретил Дьямэль. Мы были очень, очень молодцы, потому что мы были в одном городе. И я думаю, что он всегда был в моем обществе, в общем-то. Мы были в моем классе, в моем классе, и мы были в моем классе, в моем роде. Я помню, когда он был в моем отношении, он был в моем отношении. Это когда, как обычно, у нас был в моем футе организации, в моем команде, и мой команда была в чём, потому что мы не были очень сильными в моем футе. Дьямэль не скажет, но это был бы его, даже если он думал, что он играет. И так, так, он разговаривает, он учу, он сжаливает, он делает с кон. И он, на Kadri, он уже совсем не так, он переживает. Он уже, как мы говорили, он очень часто, как мы говорим, что он же очень часто, он уже говорит, он опendes agua. Я думаю, что он мне слышит за мной, что он не им welcome, потому что он знает, как маленький. Чтобы он получит это, он понимает мне. И так, он идет с ним, и мы вместе с нами перебивали. Ну, вот как-то так. Ну что ж, на этом наш разбор подошел к концу. Полное интервью, как вы понимаете, саму ссылку на это видео я оставлю в описании, чтобы вы могли, если вам интересно, прослушать еще два важных момента, которые изменили жизнь Амараси. Если, в общем, охарактеризовать его дискурс, он говорит достаточно быстро, более или менее внятно, скажем так, но не супер внятно, поэтому не пугайтесь, не хватайтесь за сердце те, кому сложно понять его речь. Скажем так, ну, середнячок, но не супер внятно, это факт. Ну и, конечно, с грамматической точки зрения есть слова-паразиты, вы видите постоянно повторение слова «en fait», и если дослушаете интервью, почитайте, сколько раз употребил он слово «en fait», ну и другие слова «bon», «voilà», «puis», ну, скажем, это «connector logique», назовем их так. То, что он перескакивал из повествования в прошедшем, потом в повествование в настоящем, ну, это такой же момент, как и в русском языке, я думаю, чисто стилистически в разговоре мы можем себе такое позволить. Ну и, конечно, как вы видите, в разговорной речи мы выкидываем отрицание слова «en», он практически нигде его не употребил, что, в принципе, является уже нормой разговорного языка. Ну и, конечно, вместо «ну» мы говорим «on» в разговорном языке, как вы опять же видели. Ну и повторение подлежащего, которое часто встречается, «et puis Jamel il moudi», и потом «Jamel, он мне говорит», я бы вам всё-таки советовала постараться «évite», избегать таких моментов, потому что это всё-таки не совсем красивый и правильный французский, и советовала бы вам обращать на это внимание, но, в принципе, это уже норма разговорного языка. И, наверное, для тех, кто не считает себя суперснобами, это не так уж и страшно. Что ж, я буду ждать вашей реакции. Для меня это как бы реально какой-то новый шаг, что ли, новая рубрика на канале, которая действительно отличается по своему формату. Тут мне сейчас нужно будет ещё думать, как всё это монтировать. Ну ладно, первым линкомом, я надеюсь, ком будет не очень большой. Напишите мне об этом в комментариях, как вам вообще идея, хотели ли бы вы, чтобы я её продолжала. Ну и, конечно, по просмотрам и комментариям, и лайкам я пойму, стоит ли продолжать это или нет. Ну и если всё-таки мы решимся с вами продолжать, то можете заодно и поскидывать ссылки на разные интересные интервью, которые бы мы могли в теории с вами разобрать в дальнейшем. Ну, конечно, как вы видите, разбирать мы будем маленькие отрывки. Ну, на этом всё. Не забудьте подписаться на мой канал в YouTube, если вы ещё не подписаны. Не забудьте подписаться на мой Telegram-канал, там происходит тоже много чего интересного. Ну и до новых встреч в следующем видео. Merci beaucoup de votre attention. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok